Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, сегодня пятница, 13-й день мира. Сегодня действует в мире силы соединения. Силы преодолеть препятствия в общении, сказать что-то другому, о роли той, которой он занимает в твоей жизни. Речь идет не только о супругах, но и о друзьях, о знакомых. Это день, когда делают шаг навстречу друг другу. Действуйте, день перед нами. Вернемся к главе о Хареймоте. Еще раз о сути некоторых заповедей. Я скажу, что урок, который мы сейчас слушаем, который мы с вами, ну или учим, да, который может помочь, улучшить обстановку в мире, остановить войну, вы можете мне не поверить до конца. Вот я специально приготовил, я сейчас прочитаю коротко запись выступления Машгеха Ешивы Паневежис Равина Ливенштейна во время шестидневной войны. Больше 50 лет прошло. Вот прочтите, все актуально, просто читаю. Кто пережил те дни, помнит период угнетенного ожидания, когда на шоссе Ротшильда готовили подкладбище для массовых захоронений. Все помнят, как распространялись угрожающие сообщения арабских стран, а затем спасение от Всевышнего пришло в одно мгновение. Противник сломлен, шхем в наших руках, затем Хеврон, Бейтлэхим, Западная Стена, Иерусалим. Чье сердце не сжималось те дни, кто потом не плакал от радости. Машгех продолжает тут. От чего была радость? Как можно было ликовать? Ведь погибли солдаты, для многих это был траур, горе, сиротство. Как можно было не плакать о раненых, не ощущать с ними их боль? Как можно было проявлять легкомыслие, если война еще не закончена, а тысячи людей в опасности? Может ли наше сердце не биться вместе с их сердцами? Можем ли мы оставаться спокойными? Ведь основой иудаизма является закон возлюби ближнего, как своего себя. Такое великое правило Торы – переживать страдания. Но мы знаем, что исход войны определяется на небесах. А там работает совсем другое оружие. Каждый изученный лист гоморы – это бомба. Каждая прочитанная глава Тегелима – это напал. Еще молитва, еще учеба, еще больше трепет, а там пострадает меньше солдат. Эти слова сказаны 50 лет назад, но актуальны и сегодня. Как можно оставаться равнодушным, сидеть сложа руки, когда мы могли бы облегчить миллионы проблем и выполнив одну заповедь хотя бы? И кто не верит, он просто не понимает, как устроен этот мир. Да, вы слушаете наш урок, и уже в это время кто-то не погибнет на фронте. Мы можем оказаться среди тех, кто, сказанно, исполнивший одну заповедь, счастлив и посклоняет этим чашу весов мира в пользу добра. Каждое доброе дело уменьшает негатив на небе. Поэтому, как бы это сказать, нельзя думать, что второстепенно именно духовное. Оно первично. И может быть именно то, что мы с вами учим какой-то урок, что вы потом что-то повторяете, передаете его дальше. То, что вы другой урок прочитаете. Это очищает мир, и это меняет ситуацию. Сегодня перед нами шаббат. Я скажу два слова о шаббате. Представьте себе, вы подошли к какой-то мастерской, мастера нет. Пришли, через два дня картина та же. Спустя неделю вы снова пришли, узнать не привернулся ли хозяин. На этот раз что? Происошло маленькое изменение. В облике заброшенного фасада сняли вывеску. Теперь вы уходите и больше не возвращаетесь. Вывески нет, все. Так и с шаббатом. Как бы далеко еврей не ушел от веры отцов. Даже если не одномится уже, не дай бог, не освещает окна его дома. Пока он хак-то отмечает шаббат, или хотя бы просто выделяет его на фоне будней. Пусть формально, пусть поверхностно. Вот этот огонек еврейской души, он продолжает леть. Духовный огонек леет в душе. Как только вывеска шаббат исчезает, одним евреем на свете становится меньше. Это написал не я, это написали великие мудрецы. Великий Хафетхайм сказал следующее слово. Шаббат это драгоценный камень. Это драгоценный дар, порученный евреем от Бога. Он сравнивал шаббат с обручальным кольцом, которое жених дарит невесте на их помолвке. Как они потом бы не ругались, не ссорились, какие бы слухи об их отношениях не ходили, пока невеста носит кольцо, все поправимо. Но если невеста вернула кольцо жениху, значит свадьба действительно расстроилась. Выделите этот особый день, выделите его из будней. Он вернет вам стократно. Шаббат шалом, брахава от слаха и всего самого-самого лучшего.